викинги при дворе древней руси число скандинавских погребений на руси столь велико что можно говорить о масштабном переселении сюда больших высоко милитаризированных групп северных народов европы кроме того значительную часть княжеских телохранителей наемников в локальных конфликтах и прямых князей составляли викинги больше всего скандинавов было при дворе ярослава мудрого там жили не только воины торговцы охрана но и несколько норвежских королей которые находили на руси временное убежище князь рюрик или эрик призваны в гордарику ибо велика наша земля но порядка в ней нет придите и владейте нами стал первым правителем руси и по всей вероятности был выходцем из дании варяжские дружины чувствовали на руси себя как дома плавали по рекам использовали ее как базу для набегов на византию и даже персию славянское и балдское население часто облагали данью или торговали ими на арабских рынках юга сага ахервер вообще говорит о десятках германских конунгов на руси еще до рюрика среди них некий вальдемар владимир рагнвальд высокий в киеве и даже сам рагнар ладброк а потом его сын хвицерк достоверность этого маловероятно однако откуда-то скандинавы решили что еще во времена гуннов русь была скандинавской вотчиной довольно быстро началась ассимиляция уже святослав выглядит как славянин не отличается одеждой и языком сравнительно высокое положение в русском обществе богатство земель стимулировали их оставаться и быстро перенимать местные порядки особенно массовой такая практика стала при ярославе чья военная мощь опиралась на скандинавские силы сага об эймунде говорит об участии наемников из норвегии в междоусобица на руси с обоих сторон конфликта в десяти веки главным героем саги стал некий эймунд рингсон потомок легендарного норвежского короля харальда прекрасно волосого и побратим будущего святого монарха олафа потомки князя владимира начали свару за место на троне естественно помощь наемников из норвегии будет очень кстати и эймунд прибывает в новгород где ярослав берет его на службу взяв на полное содержание правда регулярно его задерживая эймунд и его викинги сумели напасть на другого претендента на престол святополка и убили его тем самым выполнив свою миссию а затем еще и помогли победить ярославу князя бречеслава из полоцка олов святой другой викинг олов святой также жил при дворе ярослава и страстно любил его жену инге герду по слухам то отвечала ему взаимностью за спиной мужа воинская школа в пылающей руси позволила алаву бороться за престол норвегии а вот его семья находилась у ярослава что уберегала ее от кровной мести на родине магнус сын алава после гибели того в битве воспитывался на руси через несколько лет на русь прибыла большая делегация норвежских ярлов и бондов противников алава казалось бы для убийства вражьего потомство но вместо войны случилась коронация новый король норвегии стал править столь жестко что даже враги алава решили присягнуть магнусу и посадить его на трон путем новой войны проект увенчался успехом король магнус добрый правил 12 лет в дании и норвегии и заслужил репутацию мудрого правителя младший брат алава харальд суровый был настоящим берсерком противник мирной жизни яростный мясник в бою он продавал свой топор на русь а затем в византию скорее из-за любви к крови чем к деньгам однако же сумел сколотить такое состояние что как писали невиданные никем еще в северных странах сражаясь со славянами арабами греками поляками и турками харальд окончил свою яркую жизнь в англии в битве при стэнфорд-бридж где решалась судьба английского трона на глазах подростка харальда погибает его брат олов сбежав в швецию а затем на русь ему не остается ничего кроме умения продавать свои навыки убийства через несколько лет харальд уже сражается против поляков и как пишут саги на правах соуправителя войска как и рослоев ярослав через много лет он женится на дочери ярослава отслужив в византии приедет в норвегию чтобы бросить вызов племяннику магнусу свинельт воевода князя игоря пришел на русь еще вместе с олегом или рюриком после смерти святослава он даже на некоторое время стал правителем руси пока не подошел возраст нового князя один из самых сильных телохранителей князя быстро заимел личную дружину и личные угодья во владениях древлян чей размер позволял свинельду обогатиться очень быстро что и привело к походу игоря на них с ожидаемым восстанием изнуренных древлян от новых поборов и убийством князя так свинельт впервые косвенно повлиял на всю историю княжеской руси покорять древлян свинельт отправился сам вместе с ольгой что ему блестяще удалось кроме того он прославится в войнах с греками и болгарами а также поляками а в следующий раз свинельт мог повлиять на ход русской истории когда яростно уговаривал святослава не идти на русь через печенежские пороги князь не послушал и попал в смертельную ловушку а вот свинельт благополучно добрался в киев у целей святослав история руси имела бы совсем другой ход а столица находилась бы в карпатах или балканах в третий раз свинельт стал злым гением русской истории когда его сына по имени люд случайно убил на охоте брат ярополка олег уже древний старец свинельт стал подстрекать ярослава к мести что и успешно получилось как успешно получилось и первая русская междоусобица князей из-за такого повода что станет затем одной из обычных картин в русской власти если вам понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал